Внутренние или земные планеты Тут планеты показаны примерно в правильной пропорции И видно, что Марс он такой маленький На краю области развития земных планет, силикатных планет Дальше начинаются гигантские ледяные тела На Марс наиболее удален, как вы видите, от Солнца И получает меньше всего солнечного излучения Вот как выглядит Марс, если смотреть на него из космоса Вот такая вот действительно красная планета Вот этот график показывает распределение плотности планетных тел По мере удаления от Солнца И видно, что есть такая группа плотных тел Резко отличная от группы малоплотных тел Вот этот график показывает распределение объемов планет в Солнечной системе Относящихся к земной группе Видно, что тут есть две здоровых планеты Венера и Земля Две маленьких Меркурий и Луна И вот есть Марс Этот график на самом деле довольно важный Он показывает количество запасенного внутреннего тепла планетами Вот эти две большие планеты Тут много внутреннего тепла И они долго работают У них долгая геологическая история Меркурий и Луна довольно давно уже умерли И практически не функционируют А Марс продолжает Он занимает такое промежуточное положение Между большими земными планетами Малыми земными планетами И продолжает свою геологическую деятельность Ну, здесь общие характеристики его в сравнении с Землей Важно отметить, что здесь Сила тяжести на поверхности маленькая Как вы видите, 0,4 от того, что у нас есть на Земле Вот список наиболее характерных черт Марса Ну, это типичная земная планета Да, плотность у нее довольно высокая Маленький объем Есть атмосфера На самом деле, это необычная вещь в Солнечной системе Если исключить планеты-гиганты То у нас только на 1, 2, 3 На 4 планетах есть атмосфера Это Венера, Земля, Марс и Титан Холодно на Марсе, как вы видите Вот среднегодовая температура минус 60 Но в летний жаркий полдень на экваторе Может доходить до плюс 20 Это тоже важно, потому что Эта температура определяет Свойства воды, которые на Марсе есть И которая то плавится, то застывает То плавит, то застывает, то испаряется И тем самым производит или не производит Свою геологическую работу Важно отметить также то, что у Марса есть наклон оси Это не такая планета, как Венера Которая торчком стоит вот так вертикально А Марс наклонен И стало быть, у него есть сезоны Зима, лето, осень, весна Давайте посмотрим на общую топографию Марса Это важная тоже характеристика планеты Вот это топографическая карта Марса Вы видите, что наверху все синее А внизу все желтое Это южный критерированный материк И северные великие равнины Вот гипсограммы или гистограммы распределения высот На Марсе Мы видим, что здесь есть два четких выраженных пика Низкие и высокие Высокие относятся к южному материку Низкие относятся к северным равнинам И это тоже необычная характеристика Это планеты Такое есть у Земли У Земли тоже вот такая бимодальная кривая Распределение высот Но на Земле она связана с двумя вещами Во-первых, у нас есть разные типы кор Континентальный и океанический Во-вторых, у нас постоянно действует Тектоника плит Которая сгребает континентальную кору в большие кучи Вот эта пунктирная кривая здесь Она довольно условно проведена Это так называемая дихотомическая граница Которая отделяет южный и категория материк От великих северных равнин На Марсе есть еще одно уникальное образование Это так называемое плато Форсида Это большое-большое такое вздутие В пределах южного материка Которое частично захватывает северные равнины И на Марсе сохранились гигантские ударные бассейны Это те структуры, которые образовались При ударе крупных астероидных тел О поверхности Марса Вот мы здесь можем видеть Изида, Эллада, Аргир Это все огромные ударные бассейны А вот так распределены ударные кратеры По поверхности Марса На самом деле это еще одна важная характеристика А ударные кратеры Распределены всегда случайным образом Если они никаким образом не стираются Здесь мы видим резкое отклонение От этого случайного распределения Мы видим сильно кратерированный южный материк И слабо кратерированную северную равнину Это значит, что возраст вот этих равнин в целом меньше Они моложе, чем древний кратерированный материк Это все свидетельство так называемой дихотомии строения Марса Которая выражена в топографии, в возрасте, в строении коры и в типе коры Ну давайте начнем с этой самой дихотомической границы Которая разделяет две главные топографические и возрастные провинции Марса Северная равнина и Южный материк Вот так выглядит дихотомическая граница в некоторых местах Вот она здесь Вот из этой области она взята Есть два типа таких границ Это обрывистая, вот она представлена здесь И слабо выраженная полога Обрывистая характеризуется, как правило, огромным скоплением вот таких маленьких куполочков Плосковершинных гор, крутым уступом Здесь высота может достигать нескольких километров Перепад высот, я имею в виду Это такая вот переходная зона между Южным материком Вот видите, он кратерированный И северной равниной Другой тип границы дихотомической выглядит вот так Здесь нет вот этой переходной зоны, состоящей из множества маленьких горочек, бугорков, плосковершинных столовых гор Вот она резкая, обрывистая, пологая Как выглядит Южный материк? Вот типичная картина Южного материка Вот из этой части, вот картинка взята Этот материк подобен тому, что мы видим на Луне Вот лунная поверхность, а в районе кратера Тихо Это тоже лунный материк Главная особенность этих двух местностей заключается в том, что здесь очень много ударных кратеров Это значит, что Южный материк, он довольно древний Там сохранилось много следов интенсивной метеоритной бомбардировки Кроме того, в пределах материка, как я уже говорил, сохранились крупные бассейны ударные Вот я уже показывал, вот один из таких бассейнов, маленький, всего 400 километров Но, тем не менее, хорошо проявлен это ударный бассейн Гюгенс Но, вот опять же, сравнивая материк Марса и материк Луны Видно, что кратеров на Марсе меньше Если считать поштучно, получится, что плотность кратеров на Марсианском материке меньше Стало быть, на Марсе процессы, которые стирают ударные кратеры с поверхности Более ярко выражены, более проявлены, более интенсивны Еще одна особенность Южного материка Марса заключается в том, что здесь развиты во многих местах Вот такие вот структуры Вот эти вот полосочки, рытвинки Это на самом деле структуры, которые подобны земным речным долинам Они, в общем, так и называются, речные долины Марса Вот кратер Гюгенс опять Вот его увеличка, вот борт кратера Гюгенс И мы видим, что здесь поверхность изъедена вот этими самыми малыми руслами Их, конечно, много, но гораздо меньше, если мы сравнили бы это распределение с Землей И такие вот образования встречаются не везде На Земле, на Марсе и на Титане На Венере таких вещей нет Значит, это интерпретируется как флювиальные формы рельефа То есть те, которые сформированы текучей водой Хотя есть разные мнения по этому поводу Некоторые думают, что это какие-то ледниковые явления Но, скорее всего, это были текучие воды Непонятно, правда, это был поверхностный сток Как у нас реки образуются на поверхности Или это было течение воды под ледником Это большая проблема Мы не знаем ответа на этот вопрос, на самом деле Вот так выглядят огромные ударные бассейны на поверхности Марса Это крупнейший ударный бассейн на Марсе Эллада Вот так она выглядит морфологически Не очень выразительная структура Но зато она очень выразительная в топографии Вот это карта рельефа поверхности Глубина этого бассейна составляет примерно 9 километров Он очень древний Скорее всего, формировался где-то в самом начале образования Марса Но что вот важно отметить Несмотря на то, что он древний Он все-таки представляет собой глубокую-глубокую депрессию И вот те геологические процессы, которые проходили на Марсе Которые обновляли поверхность, которые радировали ее Были не в состоянии затянуть, закрыть этот бассейн Он остается огромной топографической депрессией Форсида, о которой я уже говорил Вот выглядит она вот так Это топографическая карта Марса Вот тут такое огромное вздутие расположено Это контур вот здесь показан Это 2 километра высота Ну вот, на пределах этого большого вздутия, как вы видите Есть еще более мелкие Наиболее ярко выраженные вот эти Раз, два, три, четыре И еще одно вот здесь Но это уже формально находится вне пределов плато Форсида Это вздутие большое Четверть Марса примерно закрывает И это главная вулканическая провинция Марса Это вот эти пупырышки Это огромные вулканы Вот так они выглядят в натуре Вот раз, два, три и гора Олимп Вот это перспективный вид вот на эту гору Это вот такой огромный вулкан Высота его, сейчас не помню Километров, наверное, 5-6 Вот И Кальдера, верхняя часть вулкана Порядка 100 километров То есть это очень крупные, очень высокие горы Вулканического происхождения А вот вулкан, про который, наверное, знают все Это вулкан Олимп Вот он здесь Вот так он выглядит, если смотреть сбоку Вот такая вот гора Это действительно гора, 25 километров высотой С обрывистыми краями по периметру И окруженные вот такими местностями С очень сильно расчлененным рельефом Считается, что вот эти уступы И вот эти так называемые реолы Образовались при обвале краев вулкана Он вырос настолько высоким Что прочности материала, из которого он сделан, уже не хватало И под собственным весом они соскальзывали И образовывали вот эти огромные лопасти оползней И обрывы в тыловой части Еще одна Очень выразительная деталь поверхности Марса Это так называемые Великие каньоны А Великие каньоны, которые имеют такое обобщенное название Долина Марина Валис Маринерис Вот они здесь Вот они показаны в сравнении с одной странной земле То есть пересекают целиком Вот этот контур, эта нулевая высота ноль Вот начинается долина Марина в этой области Так называемая лабиринт ночи Вот он показан здесь Это такой сложный хаос Каньонов, плоскодонных обрывов, уступов Высота уступов высока 3-4 километра Этот лабиринт ночи по всей вероятности Имеет тектоническое происхождение Когда форсида поднималась То она растрескивалась И носик вот этого гигантского рифта Если угодно, он находился здесь Именно в этом лабиринте ночи То есть проходило распространение рифта вперед И растрескивание поверхности Вот так выглядит основное тело этих каньонов долин Марина Вот они Показаны здесь Впечатляющие структуры Вот такой высоты 6-7 километров Сотни километров поперечники Вот если мы стоим, скажем, вот здесь В каньоне Мелос И смотрим сюда на запад, северо-запад Вот в эту сторону В область каньона Иос Вот он выглядит вот так Ничего подобного на других планетах мы не знаем Даже на Венере, где есть очень крупные рифтовые зоны Они все равно маловаты по сравнению с долинами Марина на Марсе Возможно, здесь оказывает решающее влияние низкой силы тяжести на Марсе Которая позволяет формировать такие колоссальные структуры Дальше Смещаясь на восток от долин Марина Мы переходим в область так называемых каналов истечения Вот они показаны вот здесь Вот это такие темно-синие полосы Это на самом деле выглядит вот так Это обрывистые промоины на поверхности Марса Которые в основном сосредоточены вот здесь В этой области вокруг равнины Хриса Здесь несколько долин Вот они выглядят вот так Начинаются как в полном объеме Как правило, из местности под названием хаосы Вот такие хаосы показаны здесь, здесь, вот здесь Это формирование связывается с катастрофическим истечением воды Из-под поверхностных источников Быстрый сброс воды, обрушение поверхности, формирование хаосов Но объем колоссальный Вы видите шкала 100 километров Вы можете представить себе, какой объем воды, грязи протекал По этой системе Смещаясь дальше на север Мы приходим к северным равнинам Тем самым северным равнинам Которые представляют собой еще один компонент Дихотомического строения Марса Вот топография северной части Марса Флажок – это северный полюс Вот эта черная линия – это высота минус 3,9 километров Это я потом объясню, почему такая странная изолиния показана здесь Вот так морфологически выглядит поверхность северных равнин Надо отметить, что несмотря на то, что это очень обширная территория Она в основном выглядит одинаково Повсюду на поверхности северных равнин развиты вот такие структуры, как полигональные троги Вот эти вот линии Там множество маленьких куполочков Там останцы древней местности, древнего материка И выбросы из кратеров очень необычную форму имеют На самом деле выбросы из кратеров в данном случае играют важную морфологическую роль Они показывают состояние пород мишени Если мишень была сухая, то выбросы были сухие Они образовывали обычные выбросы, как мы их знаем на Меркурии, на Луне, на Венере Но если в мишени была вода, то она эту мишень разжижала И при ударе формировались необычные формы Мы к ним вернемся позже Ну и наконец полюса Марса На Марсе есть атмосфера, как вы знаете Она разреженная, но тем не менее есть В основном состоит из углекислоты И как ни странно, она насыщена в отношении воды То есть малейшее переохлаждение Вода конденсируется, выпадает в виде осадков, снега или чего-нибудь в этом роде Но еще, кроме того, на Марсе так холодно, что углекислота замерзает То есть в полярных областях Марса, на севере и на юге Формируются полярные шапки, временные и постоянные Которые состоят из льда воды, льда угислоты и пыли В перемешку Вот так вот выглядит полярная шапка северная При большом разрешении и в разрезе У нас есть радарные данные, которые позволяют сделать такой геологический разрез через полярную шапку Мы видим, что здесь слоистые отложения распространяются на сотни метров Вот эта линия показывает разрез А вот снимки высокого разрешения, которые показывают строение самой полярной области И вы видите, что она стоит из множества слоев И это действительно естественно, потому что каждый год В течение какого-то определенного сезона на поверхность шапки выпоздает отложение Это смесь льдов и пыли И вот так формируется такая летопись в этой полярной шапке Которая показывает вариации климата, если угодно, на Марсе в течение последних нескольких миллионов лет Это очень важная на самом деле вещь И многие люди стремятся попасть в район северной или южной Ну лучше всего конечно северной полярной шапки, чтобы детально изучить Это как список, список того, что происходило на Марсе Ну вот это как бы краткий действительно очерк того географии Марса Я вам показал основные структуры, основные детали строения Марса Теперь мы перейдем к геологии Марса Писательная часть вроде как кончилась Сейчас попробуем интерпретировать то, что мы наблюдаем из космоса на поверхности Марса Ну вот здесь написан список основных геологических процессов, которые на Марсе действовали Прежде всего это конечно ударный кратер образования Кратеры это вот этот процесс, ударный кратер образования Это самый главный геологический процесс в Солнечной системе Он развит везде От Меркурия до Плутона И на всех телах, атмосферных, безатмосферных В диапазоне размеров от микронов до тысяч километров Повсеместное присутствие этого однотипного процесса Очень сильно помогает нам в нескольких вещах Во-первых, мы можем каким-то образом оценить возраст поверхности Используя ударные кратеры Это крайне важно Потому что мы должны знать, когда, что случилось Во-вторых, тип отложений То, как модифицированы ударные кратеры Какие они имеют выбросы Указывает нам на то, какие процессы действовали И с какой интенсивностью Ну а дальше пошли обычные вещи, которые мы знаем на Земле Вулканизм, нектоника, ветровой раздув, вода Сейчас мы будем рассматривать каждый из этих процессов более-менее отдельно Начнем с хронологии Ну вот, возрастные шкалы Земли и Марса Ну, Земля у нас изучена очень хорошо Мы знаем, как делить историю геологическую на отделы Марс мы можем тоже как-то разделить И мы выделяем три крупных периода геологической истории планеты Это Наохийский, Гисперийский и Амазонийский Амазонийский считается молодым Ну вот, молодой Марс, тем не менее, начинается где-то в середине земного архея Не очень-то молодой, конечно Но, тем не менее, это лучшее, что мы можем сейчас изучить и определить Эта шкала построена по плотности ударных кратеров Вот так выглядит общая геологическая карта Марса Составленная многими геологами Которая делит поверхность Марса на типы поверхностей разной природы и разного возраста Ну вот здесь у нас коричневым цветом в основном показаны древние Наохийские образования Вот эта зелень здесь, это гейсперийские отложения северных равнин И вот это красненькие такие поля, это молодой Амазонийский вулканизм на Марсе Давайте перейдем обратно к кратерам Вот эту картинку вы уже видели Это кратеры на Марсе, крупнее 32 километров Мы видели, что они распределены неравномерно по поверхности Фундаментально неравномерно Они подчеркивают дихотомию И развиты в основном здесь, в Южных материках Почему это важно? Вот пример того, как работает кратерная статистика, если угодно Вот у нас гипотетическое тело, которое подвергается ударной бомбардировке И на поверхности образуются ударные кратеры Вот эти ямки И, как на Луне, например, они могут оставаться, как они есть Как сформировались, так и продолжают быть Но если мы включим какой-то геологический, внутренний геологический процесс Например, вулканизм, вот как здесь То какая-то часть кратеров исчезнет Она будет перекрыта отложению более молодыми Как здесь или вот здесь Останут самые крупные И вот это позволяет нам определить сначала относительный возраст поверхности Там, где кратеров мало, это поверхность моложе Там, где кратеров много, это поверхность древнее Кроме того, мы, в принципе, можем даже откалибровать это распределение кратеров по размерам В терминах абсолютного возраста Мы знаем распределение кратеров на Луне Мы знаем возраст пород, которые привезли с Луны Экспедиции Аполлона, Луны и метеориты, которые прилетели с Луны Мы можем откалибровать лунную кривую в терминах абсолютного возраста А дальше мы можем сделать некие допущения И сказать, что, например, плотная интенсивность бимбардировки на Марсе Была, скажем, в два раза больше, чем на Луне Или в два раза меньше И таким образом попробовать откалибровать кратерную луне на Марсе В терминах абсолютного возраста Это, конечно, модельные оценки Но, тем не менее, они дают какие-то разумные результаты Вот пример того, как мы можем определять относительный возраст Это довольно простая и честная процедура Вот мы видим тут раз, два, три ударных кратера Четыре маленькие здесь еще есть Которые проявляют разную степень сохранности Вот самый большой здесь, он полностью закрыт лавой И остался только вал, на котором развиты гряды Вот этот кратер помоложе Этот еще моложе, он перекрывает этот кратер Мы можем здесь выстроить некую хронологию событий В терминах относительного возраста Вот так выглядят кратеры на разных поверхностях Вот это была вулканическая равнина Гисперия Вот здесь мы видим хорошо выраженные выбросы кратеров А вот это кратеры на южных равнинах Вы видите, что выбросы из этих кратеров совсем другие По морфологии, а иногда случаются вот такие странные кратеры-призраки Которые практически стерты Это говорит нам о том, что разный тип материала был В первом случае, во втором случае Вот еще один пример такой же разной морфологии кратеров Вот этот кратер сохранил так называемые баллистические выбросы Это удар, выброс материала и сухое вещество разбрасывается вокруг кратера Это вот этот случай здесь Вот случай, когда в породах мишени есть какое-то количество либо воды, либо льда В результате ударного события вода и лед Ну, вода, как была вода, лед превращается в воду Они разжижают материал мишени И образуются вот такие, так называемые, лопастные выбросы А вот такие выбросы образуются тогда, когда в мишени очень много воды Вот тогда это просто жидкая грязь выплескивается на поверхность А с течением времени вода уходит из этих выбросов Сублимирует большей частью Лишается поддержки силикатная, нелетучая часть И она разрушается Вот пример распределения вот таких выбросов Красные – это вот такие баллистические выбросы Желтые – это вот такие лепешковидные выбросы Вот в одном из районов Марса, в районе утопии Вот мы видим нарастание количества вот таких выбросов лепешковидных То есть в этом направлении мы видим нарастание количества воды в породах мишени Говоря о кратерах, нельзя не сказать о мерсианских метеоритах Потому что ударное событие большого масштаба на Марсе Приводит к выбросу вещества и отложению его не только на поверхности Но выброс на орбиту Некоторая часть этого вещества может долететь до Земли И выпадает на Землю в качестве метеоритов Это так называемые эссенские метеориты Вот эти Они разработаны целая система доказательств того, что это именно метеориты с Марса Вот, например, если взять изотопию газов в этих метеоритах То они совершенно точно отвечают изотопному составу морсиатской атмосферы Поэтому мы считаем, что вот эти метеориты прилетели с Марса И они, как правило, все как один, можно сказать, представляют собой, ну, в общем-то говоря, изверженные породы вулканические Это позволяет нам каким-то образом охарактеризовать вулканизм на Марсе с точки зрения вещественного состава Вот они попадают вот в эту область, там, где концентрируются земные базальты Ну и все было бы прекрасно с этими метеоритами, за исключением одного Вот этот метеорит, Аллан-Хиллс 84001, вот этот камень здесь Найден в Антарстике в районе ледника Аллан-Хиллс Изучен в 96-м году Маккеем И в этом метеорите он нашел вот такие вот формы Те сказали, это же бактерии, ясно дело Вот, было много шума по этому поводу Устраивались конференции, специальные сессии и тому подобные вещи Люди с пены и урта доказывали, что это бактерии Другие также рьяно говорили, что нет, это не бактерии Но шумство продолжалось какое-то время, до тех пор, пока и на Луне не нашли вот такие же штучки Вот, когда на Луне, в лунных метеоритах нашли вот такие же образования, то пыл угас И интерпретация этих образований как возможных признаков жизни Тоже как бы сошла на нет и перестала быть актуальной Но тем не менее, вот находка этого метеорита привела, ну, к интенсификации исследований Марса Но вот этим слайдом я начну и закончу сагу о том, что есть ли жизнь на Марсе Больше я этого касаться не буду Давайте перейдем к серьезным вещам, к геологическим процессам, которые модифицировали поверхность Марса Начнем с тектоники Ну, вы уже знаете эту вещь Это плато Форсида Вот здесь оно показано, как очерченное грабинами и крупными тектоническими структурами Которые устремлены к центру этого поднятия С севера и с востока Вот этот лабиринт ночи здесь, вы уже видели его Вот это долины Маринера Вот здесь, здесь менее выразительные формы Они представлены вот такими частыми грабинами Это структуры растяжения Когда у вас воздымается какой-то купол Его поверхность увеличивается, он начинает растрескиваться Он растрескивается разным образом Вот, например, вот так, как здесь в лунном плато Или в долинах Маринера Или вот как вот здесь на севере Форсиды Ну, в общем-то говоря Это, в общем-то, и все Насчет структур растяжения Они сосредоточены практически в одном месте Марса Вокруг флота Форсида Более распространены структуры сжатия Это те структуры, которые формируют земные горы В данном случае на Марсе Это довольно низкие извилистые гряды Которые развиты на поверхности лавовых равнин Так называемые морщинистые гряды Вот они образуют такую сеть структур Они хорошо проявлены на всех вулканических плато Марса Важно отметить то, что это, в общем-то говоря Маленькие низкие образования Они достигают высоту первых сотен метров И нигде на Марсе не было отмечено Крупных тектонических горных сооружений Подобных Андам, Гималаям И тому подобных вещам на Земле Это говорит нам о том, что на Марсе не было И нет плиттектоники То есть механизм выноса из тепла Из недермасса какой-то другой Давайте перейдем к вулканизму Теперь Вот вулканизм Это наиболее четкое проявление тепловой машины планет Вулканизм проявлен здесь в форме лавовых равнин Вот показаны здесь они фиолетовым цветом И вулканы центрального типа Обычно они вот здесь показаны красненькими Такие точки Вот вулканические равнины Вот вулканы центрального типа Разного-разного типа Как правило Наибольшим распространением пользуются Так называемые эфузивные вулканы Это такие вулканы, которые образуются При спокойном излиянии лав Без взрывов, без всяких катаклизмов Но в некоторых местах на Марсе Есть так называемые эксплозивные вулканы Вот показан пример такого вулкана здесь Которые по всей вероятности Формировались при значительном участии Летучих компонентов И за счет взрывного вулканизма Лавовые равнины Ну вот эти главные поля лавовых равнин На Марсе Как видите, они все в основном Дисперийского возраста Выглядят они вот так В лучшем случае Когда мы можем различить Отдельные лавовые потоки на поверхности Форсида, конечно же, крупнейший Вулканический район на Марсе Но есть и другие А вот пример того самого неэффузивного извержения Возможно взрывного типа Видите, вот эти звездочки показывают положение Вот этих так называемых патер Они выглядят морфологически вот так Главная характеристика этих вещей То, что их фланги изъедены длинными такими руслами Это следы эрозии материала Это говорит о том, что материал сам по себе был рыхлый Малосвязанный Если вы накладываете лавовые потоки друг на друга Формируете лавовую гору То получается такой прочный купол Его так просто не размоешь А если вы откладываете на поверхность рыхлый материал Так называемый пирокластик Это такие, ну песчанистые, если угодно Материал плохо связанный То тогда его легко размыть последующей водой Там осадками какими-нибудь И получается вот такая картина на поверхности Маленькие куполочки вот такие вот Они действительно небольшие По марсианским размерам Хотя вот достигает 20 километров в ширину Только они по земным нормам Очень даже ничего большие И тоже это где-то гейсперийский возраст Гейсперийский период он был вообще такой Сильно вулканический на Марсе Средние вулканы Опять же по марсианским меркам средние У них размер десятки, первые сотни километров в поперечнике Вот звезды отмечают положение этих вулканов Вот так вот выглядят они на поверхности Видите, это такие довольно пологие явные купола С большими центральными кальдерами Важно отметить, что все они подтоплены внешними лавами То есть вот эти вулканы Проявились на каком-то начальном этапе формирования А впоследствии были облиты вулканическими излияниями более поздно И вот вулканы-гиганты На Марсе их шесть штук Пять вы видите здесь А шестой вот скрыт за этой картинкой горы Олимп Большие вулканы, ничего не скажешь Многие сотни километров в поперечнике Вот Олимп, он такой в диаметре, как от Москвы до Петербурга Большая структура Вот его внешний вид, я уже его показывал Вот еще одна гора Арсия Вот они расположены в общем-то в основном в ассоциации с плато Форсиды Стало быть, вот это воздымание Форсиды было не только чисто тектаническим Но еще приводило к крупным вулканическим излияниям Ну, теперь мы перейдем к эндогенным формам рельефа Начнем с ветровых Атмосфера есть, ветер дует Он, правда, слабый Но, тем не менее, он какую-то геологическую работу делает И вот формирует вот такого рода образование Это могут быть дюнные поля Или барханы Или то, что у нас называется ярданги Ярданги это такие пропилы Ветровые выдувы из материала Очень такого мало связанного А дюнные поля и барханы Это просто отложение песка, которое переносится ветром Вот так выглядит типичная панорама Марса Какой бы аппарат мы ни взяли То всегда на поверхности Марса мы увидим вот такие песчаные отложения Это на самом деле специфика Марса Вот если мы возьмем, к примеру, панорамы Венеры Ну, они тоже есть Вот, и довольно хорошего качества То там нету таких вот скоплений песка На Венере песка мало А на Марсе его много И он формирует вот такие образования Ну, и вот мы переходим к основной теме Ну, не основной, но одной из важных тем геологии Марса Это вода Ну, почему вода? Потому что, как мы знаем, без воды жизни не бывает Находка бактерий на Марсе Подстегнула интерес к изучению воды на Марсе Хотя мы и до этого знали, что на Марсе воды много И она проявлялась по-разному Есть совершенно четкие формы рельефа Которые связаны с движением либо твердой воды, либо жидкой воды Ну, начнем с, можно сказать, прямых доказательств Наличия воды на поверхности и под поверхностью Марса Это нейтронная спектроскопия На аппарате Марс-Эдисей был установлен российский прибор Сделанный здесь в ИКИ, кстати говоря Григорьевич Митрофановым и его коллегами Это назывался прибор ХЕНД Который мерил нейтронные альбедо поверхности Марса И было установлено, что вот в этих областях На севере и на юге Нейтронная альбедо резко понижена Это связано с тем, что здесь полно льда или воды Вот эти области богаты водой Вот если пересчитать вот эти нейтронные альбедо на содержание воды То получится до 70% весовых процентов воды в грунте Вот так выглядит форма рельефа, связанная с течением воды Твердой воды Вот эта земля, это один из каменных ледников в Антарктиде А вот так выглядят языки ледниковые на Марсе Тут прямая аналогия Мы можем сказать, что да, на Марсе есть вода В верхнем слое грунта И мы видим, как она течет Но в результатах нейтронной спектроскопии, тем не менее Эти образования не отмечаются Либо это связано с разрешением низким Либо это связано с тем, что вода лежит на довольно глубоком уровне Скажем, там полтора-два метра под поверхностью Дальше перекрыта сухим материалом Либо то и другое Ну вот еще один пример Течения вещества В течение воды Вернее, как смеси реголита и воды Вот такие полосчатые формы рельефа Такие языки образуются Как бы стекание этого вязкого вещества по долинам Или заполнение кратеров от бортов к центру Такими концентрическими слоями Это все связано с тем, что материал разжижается Скажем, под действием солнца Размягчается, стекает Снова застывает Снова размягчается Снова стекает Вот такие вот вещи Или такие оползни вокруг останцов древнего рельефа Вот такие фартуки образуются Или вот такие формы Это интерпретируется как продвижение ледниковых масс Стекающих с гор И образование вот таких вот параллельных гряд Которые представляют собой конечные марены у этих ледников Но это все была твердая вода А всех интересует жидкая вода на Марсе Была вода жидкая на Марсе В каком количестве, как она действовала Одно из основных свидетельств того, что жидкая вода на Марсе была И было ее много Это вот эти незначительные русла Вот такие маленькие образования Которых очень много Вот этими черными полосками Показаны распространение вот этих малых русел Вот видите, какую морфологию они имеют Они разветвляются, имеют притоки Притоки имеют разный порядок Это полная аналогия с земными реками И это наличие вот таких вот образований Приводит к модели теплого и влажного Марса в древние времена Если там вот развиты вот такие вот образования То они, возможно, связаны Образуются так же, как и на Земле Это результат поверхностного стока Стало быть, поверхностный сток Это отражение циркуляции воды на Марсе У нас идут дожди У нас течет вода по поверхности Она собирается в ручейки Дальше, дальше в Абраги Дальше в реки И образуется вот такая система русел Но это может быть только тогда Если на Марсе было тепло и влажно Другие говорят, что нет Это не может быть Потому что не может быть никогда И на Марсе не было тепло и влажно Было холодно Но это заставляет придумать Какие-то специальные гипотезы И объяснения того Как формировались эти русла На самом деле, никто к конечному результату не пришел Никакого всеобъясняющего доказательства не найдено Но факт остается таким Что вот здесь, в пределах древнего материка Эти русла развиты На северных храненных нет По всей верности, это древнее образование И есть основания думать все-таки Что когда-то в нахийское время Наверное, на Марсе было довольно тепло и влажно И там было довольно много воды Вот видите эти русла Они не просто пересекают поверхность Критерированного материка Они еще образуют кратерные озера Вот пример таких кратерных озер Вот пример вот это Вот русло входящее Вот русло выходящее Здорово здесь было какое-то кратерное озеро Или вот такое озеро Есть только входящее русло А выходящего нет Еще одно доказательство того, что озера существовали А вода была жидкой И текла в эти озера Это дельты Дельтовые отложения Показаны вот здесь Здесь и возможно здесь А вот это кратер Джезера Или его называют еще по-другому Езеро Там сейчас ползает Морсоход Который пытается найти Жизнь вот в этих Дельтовых отложениях Но важно отметить здесь вот что Вот такого рода образования Не образуются на сухую Дельтовые отложения всегда образуются Тогда, когда в водяной поток Входят стоячие воды Его несущая способность резко уменьшается И нагрузка из осадочного материала Выпадает на дно Вот такие Это такой закон образования дельт Стало быть здесь было Здесь было озеро А здесь текла жидкая вода Насыщенная каким-то веществом Ну и Теперь От малых Плювиальных форм К большим Переходим опять К каналам истечения Вот Карта Желтым показаны Вот эти малые русла Красным показаны Каналы истечения Как я уже говорил Они в основном Средоточены вот здесь В районе равнины Хриса Равнина Хриса Это такой Залив северных равнин В Южный материк Вот так выглядит Один из каналов Истечения Это долина Косей Вы видите Что это Порядка 300 километров В ширину Несколько километров В глубину Общий объем Вещества Вынесенный из этих каналов Какие-то миллионы Кубических километров Вопрос Сразу возникает А куда девалась Вода-то Которая из этих Русел выносилась Северные равнины И вот Тут мы переходим К той самой Северной равнине Вот этим зеленым цветом Показано Отложение На северных равнинах Которое называется Формация Ваститес буреалис Это та самая Однородная Морфологически Гомогенное Образование Которое Повсюду Повсеместно На северных равнинах Примерно одинаково Больше на Марсе Таких образований Нигде нет Подходят эти Образования Ваститес буреалис Представляют собой Край Марсианского Океана Вот эта вода С осадками Вынесенная Каналами Истечения И наполнила Северные равнины А по краям Образовалась Вот эта Граница Было трудно Проверить Эту гипотезу Главным образом Потому что У нас не было Хорошей топографии Марса Как только она Появилась Это было сразу Проверено Вот эта Граница Тема Паркера Пересекалась В нескольких Местах Очень точными Топографическими Порфилями И выяснилось Что вот она Где находится Вот здесь Эта граница Где-то Расположена В пределах Ну плюс-минус Одной Одной высоты И это Очень хорошее Свидетельство В пользу того Что да Действительно Вот эта Граница Наверное Представляла собой Береговую линию Океана Потом Другие люди Более точно Закартировали Границу Этой формации И выяснилось Что действительно На протяжении Десятков тысяч Километров Вариации Этой самой Границы Составляет Первые десятки Метров То есть Эта вещь В возраст Почти 4 миллиарда Лет Не изменилась По высоте Практически Это еще одно Свидетельство В пользу Того Что Вот эта Формация Эватита Сбориалис Представляет собой Отложение Древнего океана Ну и кроме того Вот это Распределение Кратеров Лепешковидных Нелепешковидных Они явно Смещены Лепешковидные кратеры С сильно Деградированными Выбросами Явно Тяготеют К северным Равнинам Кроме того На поверхности Этих Равнин Были найдены Образования Которые Большей степени Напоминают Грязевые потоки Что все В целом На самом деле Сходится В одно И Можно быть Суммировано Вот в такой Примерной Диаграмме Принципиальной Того Как Возможно Эволюционировала Вода Накопленная В северных Равнинах Вот начинается Вот с этого Момента Когда На северных Равнинах Накопилось Огромное количество Воды Она стала Естественно Испаряться Там Атмосфера Все-таки Разреженная Испаряться Сублимировать Замерзать На поверхности Накапливался Силикатный Материал Она промерзала Промерзала Эта вода В конце концов Начинала Трескаться Формировались Полигоны Из-под Полигонов По Мере Сжатия Начинала Выдавливаться Грязь Формировались Грязевые Потоки В конечном Итоге Образовалась Вот такая Вещь Которую Мы видим На поверхности Северных Равнин Ну и Последняя Вещь Которую Я наверное Делитатрон Это Изменение Климата Это Естественная Вещь Для Марса Потому что Ну я уже говорил У него Ось Наклонена Наклонена И Там есть Сезон Но более того Эта ось Гуляет Туда-сюда Туда-сюда То сильнее Наклонится То слабее То сильнее То слабее Это связано С тем У Марса нет Луны У Марса Есть два Маленьких спутника Которые Слабо влияют На На его На наклон Его орбит Оси вращения И Марс Вот Периодически Изменяет Этот наклон И Это Приводит К тому Что Временами Марс Как бы Ложится На бок И Полюсом Обращается К Солнцу И Тогда С полюсов Лед И Углекислота Начинает Испаряться И Переоткладываться В приполярных Областях Да Вот Ну пожалуй Это все Что я хотел вам Сказать Сегодня Потому что Можно дальше Продолжать Но у меня Просто нет Больше На это время Спасибо Ну я не знаю Это вы Рулить Этим Десять минут Сдавайте вопросы Там вот Много вопросов Но Издалека Добрый день Спасибо За лекцию Вопрос Такой Отсутствие Лавовой Равнины Вакуха Олимпа Намекает На то Что он В ближайшие Четыре с половиной Миллиарда Лет Не извергался Так Нет Извергался Как раз Да И Значит Поверхность Олимпа На самом деле Ну по марсианским меркам Молодая Он амазонийский Вот А Краторная летопись На вершине Говорит о том Что он начал Это делать давно И Есть оценки Возраста Этого вулкана Вернее как не возраста А длительности жизни Этого вулкана Что он Формировался В течение По крайней мере Миллиарда лет Не знаю Как он сейчас Работает Или нет Но Может быть И работает Это не исключено По крайней мере Еще одна гора На Форсиде Арсия Там Были найдены Места Где Необычно Мало Кратеров И Это Дает Основание Думать Что Вулкан Работал Ну В последний раз 100 тысяч лет Там назад Спасибо за лекцию Мы В летней космической школе Будем Играть В симуляцию Марсианского полета Скажите Есть ли Какие-то Принципиальные В морфологии Марса Проблемы К освоению Его людьми Принципиального Ничего такого Нет Приходите Осваивайте Кто же мешает Там просто Дышать нечем И излучение Очень серьезное А так Там Там Сильно Расчлененный Рельеф Потому что Эрозионная Деятельность Воды Там ослаблена Ветер Слабо Дует Тоже И там На самом деле Не Меньшей степени Развиты Такие Пологие Поверхности Как на земле Выровненные Эрозией Там все это Вот так вот Разбито Это может На самом деле Оказывать Существенное Влияние На проходимость Людей Или 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 Марсоходов Но Марсоходы Работали На поверхности И работают И довольно Успешно Можно выбрать Места Ровные Без Существенных Перепадов Высот Да Здравствуйте Спасибо за лекцию А вот Вы не могли бы Рассказать Немножко Про Мантию Марса Просто Недавно Вышло Несколько Работ На Основе Инсайта Данных От Инсайта Три работы Вышли Про Кору Хорошо Рассказывают 36 72 Км Про Ядро Хорошо Рассказывают 1830 Железоникелевая Жидкая А вот Про мантию Почти ничего Не рассказывают То что Между ядром И корой Будет мантия Про нее На самом деле Мало кто что знает И мы можем Основаться Только на моделях Ну Гравитационных Или На сейф На событиях У нас нет Вещества Естественно Никакого Вот И Мы можем Только догадываться На самом деле И про Ядро То мы тоже Только догадываемся Если бы На поверхности Марса Что наверное Главная Одна из задач Его современное Изучение Поставить Сейсмостанции А сеть Раскинуть Сейсмическую То тогда Мы получили Гораздо более Точные данные И о коре И о мантии И о ядре И мы поняли Жидкое оно Или не жидкое На самом деле У Марса Нет магнитного поля Вот Так что Тут с жидкостью ядра Можно как-то Так еще подумать Спасибо огромное За лекцию В продолжении разговора О том Где мы с вами Будем садиться На Марсе Что можно сказать Про марсианские Лавовые трубы Что если мы с вами Посадим корабль К лавовой трубе Спустим сюда Как в метро Защитимся там От радиации Нас там не завалит Чего доброго Там обвалы Бывают Бывают конечно Обвалы Но это Меньшей степени Рискованно Чем скажем На земле Потому что там Сила тяжести Маленькая А всякие Такие плохие вещи Как просачивание воды Или что-нибудь В этом роде Тоже действуют слабо Так что Лавовые трубы Они там Во-первых Могут быть очень большие По диаметру Во-вторых Они Они более стабильны Чем на земле Но конечно же Лазить в трубы Лавовые Надо с аккуратностью Мало ли что Нет Случится всякое Может Это же я говорю Вообще Они более стабильны Но Когда полезешь Можешь Изволить Добрый день Спасибо за лекцию У меня Один маленький вопрос Один Просто вопрос Значит Первый Как на картах Решают Где нулевой меридиан На картах Марса Он там Вот есть Где Значит Это зависит от того Как точно знаем мы Период Вращения Марса Вот И он установлен Довольно давно Этот нулевой меридиан Ну Там Этот самый Космический Марсоход Opportunity Лазил Вдоль нулевого меридиана Нет Никаких Особенных Проблем С этим Ну окей Ладно А второй Можем ли мы Определить Возраст Рек По Краторам Которые например Упали Ну Когда Когда падение На русло Сверху Это вот Очень хороший вопрос На самом деле Да Теоретически можем Точность этого Определения Не очень высока Дело в том Что эти Русла Они маленькие Узенькие И Там трудно Найти Краторы Которые Внутрь Попали Целиком Есть Специальная Техника Определения Возраста По плотности Краторов Которая Называется Буферная Плотность Вот Она дает Некий Результат С большими Разбросами Но Тем не менее Как бы не были Велики эти Разбросы А Средние Сходятся К тому Что эти Русла Древние Нахийские Вот так Вот Им где-то Ну Около Четырех Миллиардов Лет Что-то в этом Да Значит В этих руслах Давно Вода Не текла Но Вот эти Каналы Сечения Где вода Текла Они Моложе Вот А есть Изображение Поверхности Снятые Недавно Скажем Там Пару лет Там Назад Где Видно Что вода Текла И сейчас Вопрос В объеме В том Какое Количество Воды Текло Вот Овраги На Марсе Они Образуются В настоящее Время Но Объемы воды Вовлеченные В это Образование Очень малы Несравнимы С тем Что Вовлекалось При формировании Каналов Истечения И Возможного Океана На Марсе Да Есть ли Возможность Например На Морсоходах Сканировать Почву Из Структуру Марса С помощью Электромагнитных Фон Например Определять Структуру Внутренних Пещерных Образований И Делают ли Кто-то Так Нет Пока Не делали Но Сделают Наверняка Это Георадар Георадаром Вы Прозвоните Верхнюю Часть Марса И Получите Распределение Слоев Пустот И тому Подобных Вещей На Луне Такую Такую Прибор Использовали Прозванивали Верхнюю Часть Реголита Получили Результат Там Слой С этого Реголита Ну Конечно Желательно Это Иметь Но У нас Такого Нет И Мы Можем Отметить Просто Например Какие Ни Рефлекторы Мы Не Сможем Сказать Точности Что Это За Рефлекторы Но Можем Догадываться Например Ледяные Слои Или Изменение Плотности Или Изменение Дилектрической Проницаемости Но Вот Структуру Верхней Части Коры Мы Можем Проследить Да Пожалуйста